Это Базилика Доброго Иисуса. Там находится катахал с мощами Святого Франциска Ксавера. Итак, это Базилика Доброго Иисуса. Это здание было построено в 1605 году. Самое начало 17 века. Как я вам говорила, строят здесь все из кирпичика, который называется лотерит. Вот это красно-коричневые кирпичики. Внизу все выложено лотеритом. Но фасад здания еще отделан черным базальтом. Это дорогой строительный материал. Все, мы видим, что отделка идет в стиле барокко. И посмотрите, пожалуйста, на самый верх, в серединку. Там в кружочке можно увидеть аббревиатуру. Три буковки IHS. С древнегреческого языка эта аббревиатура расшифровывается как Иисус, спаситель человечества. Я вам рассказывала про орден иезуитов. Франциск Савер был одним из основателей ордена иезуитов. И его друг Франциск Игнатий Лайола. Так вот, те храмы, которые были построены здесь иезуитами, имеют все такую символику. Это символика ордена иезуитов, эмблема. Мы сейчас с вами пойдем внутрь, посмотрим главный алтарь, убранство главного алтаря. Ну а затем через внутренний дворик я вас проведу к картофалку с мощами святого Франциска Ксавьера. Внутри действует следующее правило. Ну, во-первых, прикрыты колени и плечи. Во-вторых, фотографировать можно все, что хотите. Но нельзя фотографировать себя, имеется в виду делать селфи. Ну, допустим, я и святой Франциск Ксавьер, понятное дело. Или кого-то внутри церкви. Потому что они говорят, так вы как будто превозносите себя, ставите выше Бога. А так все, пожалуйста, интерьер, все фотографируйте. Мощи Франциска Ксавьера тоже можно фотографировать. Пойдем. Смотрите, здесь находится алтарь святого Франциска Ксавьера. Вот, вот так этого святого изображают. Худощавого телосложения мужчина с одухотворенным лицом. Он как будто на небо все время смотрит к Богу, обращается. В руке у него крест или иногда Библия. И по обеим сторонам святые апостолы Петр и Павел. Тут же рядышком мы видим исповедание тех времен. Смотрите. Кстати, можно сразу заметить, что центральная часть достаточно узкая. Дело в том, что ордены иезуитов, все эти иезуиты, они практикуют самобичевание. Они постоянно постятся, какие-то аскезы совершают. То есть они худенькие все. Вот святой отец садился посерединке. Кто хотел исповедаться, мы с той видим. С той либо с другой стороны подходил. Там решеточка такая. То есть непонятно, кто подошел. И человек просто рассказывал о всем, что с ним произошло. И святой отец отпускал грехи. Вот такой, например. Можно увидеть. Так, идем дальше. Продолжение следует... Вот он, основной алтарь. У него тоже есть особое значение. Посмотрите. Там такая большая фигура в золотом одеянии. Это как раз друг Франциска Ксавьера, Игнатий Лайола. Один из основателей ордена иезуитов. И он стоит под защитой маленькой фигуры в белом. Это младенец Иисус. Помните название этого места? Это церковь Базилика Доброго Иисуса. То есть она не Франциск Ксавьеру посвящена, а младенцу Иисусу. С португальского базилика Бом Джизас. А Бом, как добрый, хороший. Когда младенец Иисус был таким вот маленьким, его называли Добрый. У него было такое прозвище. То есть смысл в том, что как будто этот младенец защищает огромного Игнатия Лайолу и всех иезуитов в целом. Игнатий Лайола смотрит наверх. Он к солнышку обращен. Там опять три буковки этих. Аббревиатура Иисус Спаситель Человечества. Еще выше над солнышком Святая Троица так изображена. И с левой и с правой стороны тоже апостол и Петр и Павел. Большая фигура Игнатия Лайолы и маленькая фигура Иисуса Христа стоят как будто на четырехглавой фигуре. Ну вот мы три головы видим, четвертая как бы с той стороны. Эта фигура собой символизирует индуизм. А в индуизме много богов. Ну якобы христиане сюда пришли, победили этот индуизм и распространяют уже христианство на все четыре стороны. И боковые алтари. С левой стороны Мадонна с младенцем мы видим. А с правой стороны Архангел Михаил. Все это выполнено из дерева и золоченой краской покрашено. Наверху тоже аббревиатура иезуитов. Ангелочки, росписи какие-то. Часто еще в католических церквях, да и не только, мы видим вот такие балкончики. Это называется Амвон. Всегда строилась с хорошей акустикой церковь. И раньше выступали не так с кафедрой, как это сейчас делается, а поднимались по специальной лесенке туда наверх, святые отцы. Их всем было хорошо видно. И они проповедовали именно оттуда. И хорошо их было слышно заодно. Так, сейчас мы с вами пройдем к мощам. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. ПОтпула. 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 Вот это большое здание – это собор Франциска Осискова. Это основатель ордена францисканцев. Здесь еще такие францисканцы были. Но этот храм, он уже давно не действующий. Он превращен в археологический музей, о чем надпись есть. Тут археологический музей. А мы с вами пойдем правее. Это и есть кафедральный собор Святой Екатерины. Говорят, здесь свадьба. Не знаю, получится войти сегодня, не получится. И что? Не пускают нас. И надолго эта служба. Говорят, нельзя зайти будет в течение всего дня закрытия. Будет какая-то служба у них. Даже с краю не получится снять? Или с краю получится? Не, я с краю, с краю. Не видео или фото. Здесь можно пикник устроить. Видите, народ отдыхает. Кто-то в интернете сидит. Кто-то просто обедает. И дальше там тоже выходной день. Завершающая остановка. Сувенирная лавка. Нельзя фото, да? А, но фото, ладно. В следующей серии мы с вами отправимся на остров Гранд. Очень классная, интересная, увлекательная экскурсия. Всем рекомендую посмотреть. А кому понравилось это видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, жмем колокольчик, когда подпишетесь. И вам будут приходить уведомления о моих новых интересных видео и прямых трансляциях. Всем до новых встреч!